щука как известно засадный хищник как правило она прячется где-нибудь в траве или в кустах вот соответственно когда ее ловишь недалеко от ее естественных укрытий то встает вопрос о том как избежать зацепов например вот в данном месте я ловлю на небольшой реке здесь вдоль берега везде идет коряжник если я стандартной постановки установлю жерлицу то щука если она возьмет из вот этих вот каких-нибудь кустов выйдет схватит живца и пойдет обратно и вымотает без ограничения весь доступный моток лески и скорее всего сядет где-нибудь коряжники потом ее не факт что получится оттуда вытащить катушки обычно находится гораздо больше лески чем требуется необходимый запас потому что иногда приходится ловить на мели иногда на глубине вот и встает вопрос о том как застопорить леску как настроить жерлица таким образом чтобы щуке щуке дать свободу перемещения после того как она схватит живца но чтобы она не хватило ей длинные лески чтобы затащить в коряги без фиксации сложно обойтись если особенно мы выставляем жерлицы с вечера и уходим то есть если она где-нибудь вечером возьмет уйдет в коряги ее потом оттуда не достать при этом не не только щуки касается понятное дело что любой хищной рыбы и налим и окунь и судак я ограничиваю следующим образом то есть после того как пустил живца я вижу до ближайших коряг здесь примерно 2 метра я выматываю два метра и после этого делаю следующее здесь вот на стандартных таких катушках есть множество дырочек и рукоятка за которой мы крутим эту катушку я выбираю дырку в катушке рядом с ручкой просовываю внутрь снаружи внутрь петлю и эту петлю нахлобучиваю на ручку за которой я кручу катушку потом я просто затягиваю и все можно наматывать катушка спокойно крутится вот и после того как щука схватит живца начнет разматывать и в какой-то момент все дальше она не пойдет фиксация лески она помогает дополнительно подсесть щуку то есть она схватила развернулась например перевернула живца подождала пока он перестанет дергаться и начинает идти на свое привычное место в этот момент обычно когда мы ловим находимся недалеко от жерлица в этот момент обычно подсекаем но если нас рядом нет щука в этот момент уходит в коряги где она обычно тусует чтобы переварить там отсидеться и увидеть еще следующую жертву вот и вот этот фиксация она выполняет роль подсечки в некотором плане то есть щука идет 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 чувствуя натяжение она как правило делает рывок то есть она не выплевывает сразу живца она делает рывок и садится на крючок так происходит не всегда бывает по-разному бывает щука хватает живца и с ним начинает разматывать не останавливаясь но чаще всего происходит именно так хватает живца переворачивает заглатывать и начинает уходить